здравствуйте друзья вот мы снова дома и я расположился в моем любимом кресле чтобы рассказать вообще как там что было дело в том что вы наверняка заметили что там интернет был но сказать что он не очень хороший это ничего вообще не сказать но первое видео я не знаю вообще что к чему сделал в 1080 по-моему даже я его чем гостиницы может быть из-за этого сделал там поприличнее было вот так она уже на корабль попали я понял что не только 1080 но и 720 не идет и мне пришлось уйти на 360 то есть что значит не идет не идет это значит что если видео пятиминутное которое я делаю с разрешением 360 грузится допустим 5 часов то с разрешением 720 значит соответственно она может сами понимаете что происходит вот а уж 1080 так и вовсе то есть она никогда никогда не догрузится потому что обязательно что-нибудь случится по дороге в общем у меня выбора как бы никакого не было второе что выяснилось по ходу дела и было для меня неожиданным это то что канал как бы он прерывается все время но это бывает да там корабль идет там понятно значит то сигнал есть он вдруг пропал там допустим не было две минуты сигнал а потом он снова появился и так далее но youtube мог бы например просто сбросить весь процесс подгрузки и все но так не делает потому что он видимо считает что они умеют синхронизировать эти кусочки которые приходят в разное время как ты так состыковать что видео будет как бы нормально показываться но это не так я честно говоря вот как выпускник института связи 1978 год я думал что эти проблемы по лицу мы это изучали как бы сети протоколы там и так далее помехозащищенность я я лично считал что это все решено в принципиальном плане было еще тогда вот но может быть это и правда но в следующем случае когда доходит до реализации конкретные значит а там код написать там и протестировать и так далее вот так не выходит значит что происходит что когда какие-то прерывания там возникают и потом канал значит то исчез то появится то исчез то появился дальше видео начинает застывать дальше у него пропадает звук происходят какие-то совершенно невероятные вещи которые ну те из вас кто смотрел значит наши сюжеты те это видели и самое в этом деле прискорбное что я например об этом не знаю потому что та скорость интернет которая там есть не позволяет мне смотреть видео понимаете я их смотреть не могу когда я иду на youtube и значит там говорю вот это видео мне предлагаются 144 да ну я бы смотрел 144 мне же не не то что там качество какое-то нужно но даже эти 144 примерно так она секунды три идет потом минуту стоит потом секунды там 23 идет потом минуту стоит таким образом я будучи в святой уверенности что если видео дошло до конца если картинка есть и в общем а как еще то ну как ну я вот а а проверить то я не могу и я вижу там народ начинает возмущаться говорят ну что ж ты такое вешаешь там ты мог бы и сам посмотреть я иду смотреть на оригинальный файл который я вешаю он прекрасно прокручивается у меня все нормально поэтому вот я в такую можно сказать ситуация оказался в которой никогда в жизни не был до этого это это даже хуже чем когда мы полтора года назад путешествовали там по северной италии от милана до триеста там заходами в разные места так даже там интернет был чуть чуть не скажу там существенно но чуть лучше чем вот то что например происходит сейчас то есть я думал что хуже чем вот северная италия уже не бывает бывает вот поезжайте на на круиз и там будет причем лет десять назад мы ездили тоже на круиз на аляску и вот точно такое же качество интернета было мне не лучше не хуже причем берут за это дело 20 долларов в день вот я за 7 долларов за 7 дней которые мы там были в плавании непосредственно я заплатил 140 долларов значит за подключение к интернету еще раз 20 долларов в день за интернет который позволяет вам загрузить ну допустим в 720 там одно там шестиминутное видео при том с прерываниями соответственно это видео скорее всего будет с какими-то там проблемами email когда проверяю email занимает минут восемь-десять просто просто получить да вот там сервера загрузить на компьютер там почту и не то чтобы этом сильно много ну там 20 там 30 сообщений вот это занимает значит очень существенное время поэтому у меня вопрос к вам на самом деле вот какой у меня все файлы пишутся с разрешением 1080 я могу я могу это сделать и понимая в каком мы так ведь мире находимся я все это сохранил у меня все это есть и может быть там все два десятка видео нет смысла там по кусочку нарезать и вывешивать тем более что я понимаю что это будет раздражать тех людей которые не смотрят такие сюжеты то есть каждый раз там email они получают но было предложение сделать один как бы такой общий фильм может быть как мы были там на на круизе тут есть тонкость одна состоящая в том что чем больше времени проходит тем меньше настроения желания интереса и так далее это делать то есть как у нас все-таки имеет свободное время поэтому может быть это хорошая идея она мне даже нравится в целом но она требует некоторого усилия за пределами того что ты собрал кусочки порезал там поставил на компиляцию и и повесил на youtube то есть там надо как-то уже как-то сценарно это все проработать может быть какой-то текст наговорить может быть какие-то вставки сделать это такая серьезная работа получается я могу какие-то сюжеты которые может быть более интересные я могу их отдельно например сделать я могу сделать плейлист и видео в этом плейлисте я могу повесить как такие что их в поиске не показывают но они есть и тогда те люди которые захотят смотреть вот вот конкретно эту тематику они могут например пойти в плейлист и смотреть все что угодно не конфликтуя с теми людьми которые не хотят знать что вообще это где-то существует и так далее так тоже можно сделать в общем я в некоторые такой не то что растерянности но в задумчивости значит как как правильно сделать потому что мне мне субъективно мне неприятно что какие-то куски там с разрешением 360 я понимаю что какие-то люди еще зайдут там может быть за год еще там пару тысяч человек придет посмотреть одно видео пару тысяч другое и они почешут реку искать нифига себе тут блогер наворотил в такое место поехал и и толком ничего не разобрать так что у меня к вам вопрос может быть вы присоветуете как как лучше поступить имея ввиду что очень много времени на это тратить не хочется очень много не хочется но и оставлять плохом качестве тоже не не очень хочется поэтому в общем такая вот такая история простой перепост видео с лучшим разрешением проще в том смысле что я могу не спеша их там подгружать там есть 10 минут сделал там еще 10 минут еще сделал и никто об этом не знает кроме тех кто интересуется поэтому так так можно делать не спеша это не напрягает особо ну в общем такие такие наши дела это я как бы такой отчет по технической части некоторое осмысление того что мы видели вообще о крузах о карибах на каких-то философских мыслях которые возникают когда смотришь как живут люди в других местах это все впереди так что моя такая чисто техническая речь в общем то закончена и я искренне рад что я дома я чудовищно рад что мы наконец можем делать нормальные видео там в эти 1080 и я на самом деле хотел приобрести камеру которая будет делать 4 4k и чтобы уже с нового года там где там где можно там где условия позволяют и смысл есть и так далее мы бы уже тогда работали в 4k но этом я отдельно сделаю видео потому что мне тоже нужно с вами посоветоваться и может быть вы что-то такое подскажете потому что надо выбрать камеру и надо понять зачем мы хотим эти 4к и там и так далее но это впереди счастливы